и снова здравствуйте всем привет задался я вопросом как можно в анимации сделать вот готовая анимация допустим две одинаковые анимации у разных персонажей я хочу чтобы значит тут этот персонаж как это аж вот этот персонаж худой при прыжке или при каком-то движении менялся допустим в размере так это альт аж возвращаемся назад н панель screen краски и как это все дело сделать попробовал сначала морф морф у меня не получается сейчас я вам покажу что вообще происходит то 15 кадр конечный так значит и так вот есть какая значит анимация вот она прыжок это с миг сама 11 одинаковая анимация у двух персонажей и нужно чтобы худой персонаж преобразовался именно вот этого качка допустим при драке какой-то или еще что-то ну меняется персонаж так сначала давайте покажу какие косяки у меня получились морфом морф идеален бы был да но у меня не получилось именно вот это все дело значит преобразовать возможно потому что у меня вот сейчас у меня две коллекции вот а тогда была одна ну давайте попробуем выбираем полностью от этого персонажа и и вы видите что у нас исчезает значит что у нас исчезает это модификаторы я не могу пользоваться модификаторами если я сейчас выберу персонажа ну сетка у него в принципе нормально возможно сетку еще поплотнее надо сделать сейчас и это дело попробую так добавляю модификатор ринглэб шкура и нужно чтобы вот этот персонаж изменился вот у этого персонажа вы видите что он неадекватно тут все дело это меняет вот не есть гуд пробовал добавлять вертикс группы в результат нулевой пробовал ставить project и здесь он все фейс меня вот эти все разные вот эти снег мод в принципе результат не получается теперь преобразуем его значит шипки вроде бы все вот он нормальный стал да так что тут еще можно это уже арматура заходим теперь в настройки шлинглэб выбираем шлинглэб и когда мы прибавляем и получается вот такая хрень он не становится вот этот персонаж не становится вот этим качком он просто тупо вы видите разлетается можно было это прописать это было бы как красивее да и мягче переход можно было бы делать тут регулировать шипки ими если кто-то знает в чем это у меня косяк как это дело выбрать допустим я могу так control z control z так это я все отменяю если выбрать арматуру вот именно с арматурой возможно должно все это дело получится ну не столь важно но это здесь уже вертикс группы наверно вот эти надо будет подправлять вот это был бы самый оптимальный вариант вот этот что когда персонаж допустим от поднимается и хлоп и он становится вот этим персонажем и все это дело было пир мягче переход так на первый кадр следом рекомендовали выбрать значит вот такой вариант так это трансфер шейпки они джоинт да вот это вот миг сама рих это значит джоинт энд шепки трансфер шепки попробовать но ничего не появляется если выбрать этого персонажа и на этого через shift и попробовать опять джоинт шепки тоже ничего не происходит тут это возможно что-то вертикс группа какая-то или чтобы танка если плюсом сделать а теперь добавить джоинт шепки то что матюкается select meshes must фрэп т.д.д.д.д.д. что-то в этом духе так минус если выберем этого персонажа и вот на этого персонажа и опять же добавим трансфер шепки тоже матюкается и матюкается на джоинт шепки эта штука не проходит значит по примитиву поработаем выбираем вот полностью коллекцию все детали персонажа и по примитиву по примитиву не ну в принципе можно анимацию еще потом переработать удалить какие-то кадры и на каких-то моментах где он будет преобразовываться просто переписать анимацию ну давайте посмотрим что у меня получилось значит у первого персонажа у первого персонажа я выбираю двадцать третий вот двадцать второй и двадцать третий кадры вот именно момент вот этого поднятия здесь больше идет перекрытие персонажа в object mode выбираю и и назначаю локация ротация скайл вот эта штука почему потому что когда я сейчас с уменьшу так уменьшу допустим персонажа с 0 вот я в ноль убрал щелчок и я должен поднять за этого персонажа он должен ну как скрыться возможно даже в нем чтобы он потом на рендере нигде точкой даже не промелькнул и переписываю и локация ротация скайл и получается у меня так персонаж полностью исчез почему потому что ctrl z ctrl z ctrl z что я еще забыл сделать значит на первом кадре я делаю всему этому персонажу и локация а не пардонте значит на двадцать втором я делаю и и локация ротация скайл оставляю его именно в большом размере получается вот он раз и он не исчезает а на двадцать третьем он должен с 0 полностью исчезнуть я его поднимаю выше чтобы он исчезал за спиной и прописываю и локация ротация скайл теперь получается когда он прыгает раз он исчез и на этих же кадрах на этих же кадрах за исключением что теперь с первого кадра вот этого персонажа вот с этой коллекции так пардонте арматура так вот с этой коллекции его не должно быть видно делаем с возможно с 0 в 0 его убираем и поднимаем его выше чтобы он же повторюсь точкой нигде не просветился и пишем и локация ротация скайл все это дело прописалась его нету видите но на двадцать втором у нас исчезновение так на двадцать втором на двадцать до на двадцать втором он должен здесь уже появиться значит как бы теперь попасть его делаем с так так ротация скайл ну давайте скайл так вот я по моему резко он в ноль ушел значит так ctrl z ctrl z ctrl z чуть-чуть я сейчас переделаю по-другому так значит на двадцать втором он уже находится так появляется а на двадцать первом его еще нет получается тогда с с его нет так с 0 щелчок мов поднимаем за персонажа прописан и локрот скайл и вот его вообще нету теперь получается мне на первый кадр нужно его так а его тут нет да правильно его тут нет но он должен появиться вот на двадцать втором кадре значит с так почему он не хочет это прям в ноле 6 как убрал так n панель ротация скайл так ctrl z по осям только идет значит тут я его не прибавлю будем вот так вот что то он прям в ноль убрался и не прописался да так так как же я делал возвращаем все это дело так здесь вот он уже пошел это это здесь пошла уже его анимация на двадцать втором в принципе делать ничего не надо нам нужно с первых кадров убрать если я сейчас прописываю на так исчезает он на двадцать втором я прописываем и локрот скайл чтобы он таким здесь остался и потом пошел в эту сторону а до первого кадра я его убираю значит с в ноль и поднимаю выше чтобы он был за этим персонажем и локрот скайл вот он появляется слишком рано но мягко это дело хорошо так вот раз и нужно его еще вот здесь по убирать скайл так это значит чтоб мягче было можно вот так вот сделать на двадцатом я его с в ноль и опять поднимаю выше за персонажа и локрот все вот здесь он преобразуется но смотрите что получается это вот эти кадры вот видно что он сзади проявляется вот он сзади он появился и потом он выходит как бы вперед да с одной стороны это дело как бы красиво ну хорошо получается его сзади еще не видно вот ну в принципе видно как можно сделать это н панель миксама крет окей и вот этого персонажа мы тоже переделаем рик и вот что тут уже писец получается тут получается хлам надо было сразу наверно их переделать так ctrl z ctrl z ну попробуем другим путем так н панель закроем смотрим где он тут появляется о вот так уже будет лучше замена идет вот раз но вот этот вот этого персонажа вот этого персонажа хорошо бы было если бы сейчас бы да сразу изменить рик чтобы можно было управлять я бы сейчас вот эти руки подвел бы допустим к этим рукам за ну как за эти руки переделал бы ноги состыковал бы с этими ногами и голову убрал бы туда назад за него можно было бы какие-то косточки взять и уменьшить именно скайл так ну давайте еще такой вариант попробуем так open don't save единица на нампаде и сразу переделаем это риги чтобы можно было ими управлять это ну или свой риг когда делаете чтобы кости уже были вставлены без изменений скайл так ставим via port display in front и вот эти кости большому персонажу тоже in front чтобы видеть n панель теперь получается какая штукенция мы выбираем опять же всю коллекцию вторую худого вот этого персонажа арматура арматура так на первом кадре все у него опять же будет нормально но на двадцать третьем он должен исчезнуть на двадцать первом значит на первом кадре мы его прописываем и так и вот с переделанными костями он не делает именно скайл вот этот возможно он автоматически пропишет но я сомневаюсь ну как вот допустим с а пардонте control z вот он прописался теперь надеюсь поймет вот этот риг что я его уменьшил и пропишет именно перемещение и локрот скайл тогда получается на двадцать первом вот на двадцать первом кадре я выберу вот этого персонажа кости ну только кости зайду в пост мод и возьму перепишу ему здесь анимацию допустим я его попробую R как-то как-то спрятать за этого персонажа так как-то R чтобы он прям в него влился ну в принципе должно получиться возможно что-то будет потом торчать но это можно шипки и скульпмотом значит ну затереть так голову я убираю в тело вот так да и ноги вот эти ноги в принципе они спрятаны в него единство что нужно нужно немножко приподнять таз чтобы мотня спряталась и вот эти коленки так и вот эти ноги увести прям персонажа во второго вот это его в принципе уже и не видно получается а и прописка ну тогда и на этих кадрах а здесь не будет этого чудика видно так что здесь нормально так что здесь нормально и теперь на 20 так я прописал на 21 а на 22 он должен исчезнуть это значит А С так С 0 щелчок и вот вопрос где он тут оказался да ну ладно прописываем и а и должно прокатить а вот это уже штука не прокатывает скайл прокатил а назад на первом кадре он тоже не знаю куда то его дел он его не прописал в локрот получается и с измененными костями это дело как вы видите тоже не если свои кости вот эти ну как не миксамовские а именно свои вот эти кости вставить то эта штука прокатит можно их так состыковывать и прятать и перепрописывать всю анимацию вот а здесь он не прописался он полностью исчез вот вот ctrl z почему потому что почему то у этих ригов не работает вот это окно именно прописывающая вот и он прописал и все это локация и ротация он только пишет здесь я пишу и локация и ротация и получается на двадцать втором я хочу чтобы он исчез с я тогда это дело пробую исчезновение полностью уже в обзор мод до делаю с с в ноль и поднимаю за персонажа пробую и прописку и все вот он исчезает этот риг вот окна этого нету чтобы выбрать его крот окно не появляется даже не здесь не сбоку нигде он пишет только локация и ротация это не есть гуд вот это плохо возможно где-то панель этой настройки есть вот этого рига да но я почему то это дело не наблюдаем и получается что получается по предыдущему варианту по предыдущему варианту у нас выходит вот такой вот результат раз и он появляется ну в принципе он проявляется вот так можно сделать задержку давайте попробуем сделать вот эту задержку анимации допустим допустим так запоминаем на каком кадре идет исчезновение так с двадцать первого по двадцать третье и вот здесь он уже прыгает значит с двадцать первого кадра так да с двадцать первого кадра растянуть замедлить вот этот ход можно здесь получается раз быстрое изменение персонажа вот он раз ну в принципе нормально но можно чуть-чуть растянуть давайте вот эту так сильно большой задержки тут не будет замедления это двадцать второй кадр так двадцать третий двадцать четвертый двадцать пятый вот давайте раз два три четыре кадра выберем это значит двадцать пятый оставляем вот эти кадры пока вот эти кадры пока ну чтоб четче было давайте посмотрим все это дело G оттянем так двадцать четвертый это английская А он выбранный и делаем S вот это одному я персонажу чуть-чуть задержку поставил все вот уже вроде бы мягче он так это ну да уже мягче переход вот вся проблема чуть-чуть в плавности да конечно морф морф можно морфом было сделать это дело куда получше чем Skyl если кто-то знает почему морф не работает вот на этом деле может быть больше сетку добавить надо не хватает полигонажа или допустим я не знаю можно как-то стыковки есть какие-то с сетками ну в принципе вот этот шринврэп он должен связывать этих персонажей в принципе натягивать сетку и на эту значит не хватает наверное полигонов ну опять же размер персонажей разные да если файл new general don't save вот есть куб добавляем вот так добавляем меш добавляем uv сферу делаем ей с с таким образом да выбираем куб подразделяем куб в модификаторах сабдивизии добавляем добавляем shrink shrink web выбираем исходную сферу применяем up s shape key так теперь вот эту сферу можно удалить переключаемся переключаемся на куб заходим в шипки переключаемся и вот она преобразуется в сферу почему с анимацией персонаж так не преобразуется ну возможно как сказать весы назначены возможно там что-то с костями связано может как-то запечь эту анимацию а потом применить шипки получится две анимации запекаются на персонажа чтобы не было ригов но опять же там я не знаю надо экспериментировать все всем пока до свидания